Добрый день! Сейчас у нас с вами интересное занятие. Мы поговорим о линиях. Каждый рисунок состоит из различного вида линий. Прямых, волнистых, тонких, резких, угловатых и так далее. Поговорим сегодня о графике, одном из видов изобразительного искусства. И, конечно, главное средство графики это линия, точка и пятно. Но сегодня мы будем говорить о королеве графики, линии. Когда мы смотрим на рисунки великих мастеров, то видим, что все линии разные, но мы можем условно разделить их на несколько. Это прямые, вертикальные и горизонтальные, кривые, волнистые, ломанные и комбинированные, то есть разные. Линии можно и нужно проводить в разных направлениях и с разной степенью нажатия на графические материалы. Все это делается для того, чтобы линия смогла передать всю красоту рисунка. Художники выполняют специальные упражнения, чтобы научиться рисовать линии. Помните, мы часто с вами говорили о том, что характер бывает у человека, у животного и даже в пейзаже бывает настроение и характер. У всего на свете есть свой характер. Например, есть люди спокойные, очень покладистые, если жить с ними рядом, очень приятно. Но встречаются и другие люди. Например, тревожные, вот такие. Или даже вот такие, недовольные всем и всегда. Вариантов ведь может быть очень много. Вот и у любой линии тоже может быть характер. Например, плавная, спокойная линия любит неспешно течь, как воды тихой речки. А линия, которая наоборот хочет убежать или резко подпрыгивать на листе бумаги, похоже на дикого зверя, который преследует свою добычу. Чтобы нарисовать такие линии, нужно на секунду представить себя самого линии, превратиться в нее и почувствовать характер. Глядя на рисунок, можно всегда увидеть то спокойную, уверенную линию, то бегущую, спешащую или даже резкую, стремительную. В природе линии почти не встречаются. И в то же время мы их видим. Линии мы считаем контур предмета или его край. Буквы – это тоже линии, но писать мы их стараемся аккуратно, правильно. А в изображении важен совсем другой подход. Здесь любая линия должна быть выразительной и иметь свой характер. Ритм линий – это чередование и повторение разных линий, как в этих деревьях. Или, например, вот такой забор. Забор – это тоже линии. И они обладают размеренным ритмом, потому что вертикальные и горизонтальные линии все время повторяются через одинаковые промежутки. Такой ритм будет спокойным и одновременно однообразным. Основная задача линии – выразить движение, показать направление взгляда человека, который смотрит на этот рисунок. Ну и теперь творческое задание. Рассмотрите образцы рисунков и придумайте свой рисунок, который будет выполнен простым или черным карандашом, черным фломастером или черной гельюрочкой. А в рисунке попробуйте передать различными линиями любые цветы или понравившийся пейзаж, колыхание трав на ветру. Изображать абсолютно точно, как в природе, все листочки и травинки не нужны. Главное, чтобы линии, которые вы будете рисовать, передавали то настроение, которое именно вы хотите. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова